Как связать сумку с пиццами – мастер-классы для рукодельниц и новичков. Аккуратно, связанные аксессуары можно дарить своим подругам или близким на день рождения и другие праздники. Именно такой подарок может стать любимым для любой девушки и тем более, если он создан своими руками от всей души. Даже начинающая мастерица сможет связать сумку с пиццами, что предложено ниже. Такая сумочка подойдет для лета ходить за покупками или же ее можно носить в качестве удобного аксессуара, она придаст некий шарм вашему образу. Прежде чем приступить к работе, сначала обдумайте дизайн изделия, все мелочи. Может вы еще пожелаете ее как-то украсить, потому сразу подготовьте необходимые материалы. Пряжу 225 граммов нитки для ручек спицы, материал для подкладки. Перед изделие и зад будут вязаться идентично. Если вы не желаете вязать аксессуар такой же легкий и тонкий, как на изображении ниже, то применяйте нитки для изделия потолще. Первым делом начните вязать сумку спицами сверху вниз, для этого используйте обычную платочную вязку. Когда все петли в лицевом ряде и в изнаночном провязываются лицевыми, кроме кромочных. С первого по шестой ряд провязывайте петли лицевыми. В седьмом провязывайте один лиц. П. После три оборота сделайте вокруг правой спицы и таким образом провязывайте рисунок до конца рядка. В восьмом, те петли, которые провязывали, опять вяжите лиц. П. Намотанные же нитки пропустите. Таким образом, как описано с первого по восьмой рядок, вяжут всю сумку. Высота изделия будет равняться 49 сантиметров. А можно и больше, главное закрывать петли надо на седьмом рядке. Если желаете сделать сумку слегка с округлым дном, то не закрывайте сразу все петельки, убавляйте их постепенно, чтобы оформлялись. Бока изделия такой формы, как вы пожелаете. Вторую сторону, вяжите по той же схеме, что и первую. Когда две части аксессуара уже связаны, можно приступать к соединению их или сшиванию. После отдельно сшейте подкладку и аккуратно вшейте ее вовнутрь сумочки, а ручки сделайте из другой пряжи. Подготовьте одинаковое количество нитей одинакового размера, разделите пополам и скрутите жгуты. Зафиксируйте концы этих жгутов узелками, прикрепите к сумочке. Сумка спицами с косами. С такой сумкой будет выглядеть любая девушка и ощущать себя комфортно, ведь она больше подходит под повседневный стиль Кэжуэлл. Вам понадобится для вязания сумки спицами пряжа с имитацией меха 175 граммов для украшения аксессуара шерстяная пряжа с примесью акрила и альпака, 475 граммов спицы, молния, подкладочная ткань. Для вязания сумки будут использоваться такие узоры лицевая гладь, лицевые ряды чередуются с изнаночными. 3 петли скрещиваем вправо и 3 влево. Потом один изн. П. Один лиц. П. Один изн. П. Одним кром. П. В четвертом вяжите все по узору. Далее этот узор вяжется по схеме, с первого ряда по четвертый. Процесс вязания сумки спицами шерстяными нитками вяжите узор коса 41 см. Пряжей с имитацией шерсти провяжите такой же ширины полосу обычной лицевой гладью тоже 41 см в длину. Потом свяжите необходимое количество таких полосок, всего у вас должно получиться 3 меховых и 2 шерстяных с узором коса, это наперед, назад надо чередовать, там получится 2 меховых и 3 шерстяных. Сшейте их аккуратно незаметными швами. Вверху отдельно свяжите шерстяными нитями платочной вязкой полоски, чтобы оформить линию молнии. Сшейте подкладку для сумочки и вшейте ее вовнутрь. Потом останется связать длинную полоску ручки и пришить ее к сумочке. Вязаные сумочки – примеры изделий с описанием. Смотрите далее подробные инструкции по вязанию сумок спицами со схемами и пояснениями. Как связать клач из трикотажной пряжи. После появления пряжи для вязания спицами и крючком, она нашла своих поклонников. Многие мастерицы начали придумывать свои схемы вязания изделий из нее. И нужно сказать, что предметы получаются оригинальными, стильными. С таких ниток можно связать не только нарядную одежду, а и красивые аксессуары. Бывают такие виды нитей, в виде ленты, как спагетти макарунос. По виду сумки, которые вяжут из таких ниток, бывают различные формы. Можно связать, как округлое изделие, овальное, так и квадратное, прямоугольное. Рассмотрим, как связать сумку спицами из трикотажных ниток прямоугольной формы, точнее небольшой клач. Для выполнения изделия будет использоваться узор плетенка. Он несложно выполняется и запутаться в вязании петелек практически невозможно. Убедитесь, посмотрев схему вязания сумочки ниже на картинке. Чтобы разобраться в этих единичках, смотрите пояснение, что означают эти цифры и дроби изнаночной петельки 1-1. Начните провязывание второй петли с левой спицы за заднюю часть, после провязывайте первую за переднюю часть лиц. П, а потом сбрасывайте их на правую спицу. Одна первая правой спицы и провязывайте из-ин. П, вторую, а после тоже из-ин. П, первую, потом уже сбрасывайте их на правую спицу с левой. Схема узора плетенка, так вяжется весь клатч одним полотном, похожим на прямоугольник, после сшиваются боковые части. При этом задняя часть клатча должна быть длиннее передней ровно на высоту клапана.